Тема однополой любви, как известно, очень популярна. Как в аниме, так и в манге существуют тысячи разных комиксов с самыми разными сюжетами на любой вкус и цвет. От откровенной эротики до завуалированного гомератизма, который можно, наверное, назвать квиркодингом в аниме. Дело в том, что найти просто Сёны на аниме или её аниме — это не так уж и сложно. По первой ссылке в гугле вы всё найдёте. А вот найти хорошее, интересное аниме, в которых есть подтексты — это сделать не так уж легко. Это как минимум нужно их посмотреть, чтобы понять, что там это есть. Так вот, я вам сделала именно такую подборку. Это не будет безосновательное додумывание и пальцем в небо. Я конкретно вам покажу, где там моменты квиркодинга в этом аниме и почему это именно то, о чём мы думаем. Если этот ролик наберёт хотя бы 100 тысяч просмотров, я сделаю вторую часть и проанализирую ещё кое-какие аниме, которые мне нравятся. Кстати, если вы ставите лайк, это влияет на продвижение, оказывается, и поэтому, ну как бы ни на что не намекаю на девочки. Погнали! Начать я хочу с маленького введения. Вообще, в целом, для тех, кто не знает, что такое Юой и Сёнэнай и чем они различаются, и почему я сегодня затрону только Сёнэнай, а не Юой. Грубо говоря, Юой — это сексуальный жанр, то есть Юой — это когда показывают отношения двух парней, которые обычно зациклены больше на сексуальной связи или на каких-то романтических отношениях, которые, в конце концов, приводят к сексуальной связи. Что же касается Сёнэнай, то это жанр, когда обычно парни проходят какую-то глубокую, длинную историю, и иногда нет сексуальных сцен, но иногда они могут быть, но иногда нет. И по большей части всё заканчивается поцелуями или чем-то таким. Юой же обычно повествует нам исключительно только об этом, и как бы анализировать это не очень лично для меня интересно, но кому-то нравится. Ну а теперь мы переходим к самому интересному. Конечно же, это моя подборка аниме. Я хочу начать именно с последнего Серафима, потому что это было одно из первых аниме, которые я посмотрела в этом жанре. Я сейчас объясню, что я имею в виду, когда речь о подтекстах, да? Главные герои две сероты, Микаэла и Юйки. Вот о них это и пойдёт речь. Микаэла и Юйки жили как семья, пока они были порабощены вампирами. И на протяжении всего аниме мы следуем за Микаэлой в поисках Юи, который не знает, что он всё ещё жив и находится в тылу врага. Основная тема семьи в аниме присутствует, но они не кровные родственники, поэтому неудивительно, что фандом сразу увидел что-то между этими двумя. Если в начале этой истории мы видим Микки нежным и милым ребёнком, способным укротить Юи и его дурной характер, то спустя годы всё меняется. Микаэла закалён тем, через что он прошёл, а Юй стал жизнерадостным мальчиком, способным заводить друзей. Последний Серафим задуман как Сёнен, но мы не можем отрицать важную вещь, которую большинство из вас наверняка почувствовали во время просмотра. Безосенчивый броманс между Микки и Юей, который иногда больше похож на навязчивую идею для услада зрителя. Эти двое – особая пара для шиппинга, как минимум потому, как они выражают свои чувства друг к другу. Микки демонстративно смотрит только на Юи. По сути, последний Серафим с самого начала кричит нам о том, что они буквально принадлежат друг другу. Их отношения нельзя называть только дружбой, но и только любовными тоже. Это между-между. Грубо говоря, они просто два горячих мальчика, которые должны быть вместе. Микки циничен ко всем, но он смягчается всякий раз, когда думает о Юи. В то время как Юи, несмотря на свое прошлое, легкомысленен и является полной противоположностью Микки. Эпизод за эпизодом вы можете ясно заметить, что маленькая симпатичная Шиноа питает к Юи нежные чувства. И даже Митсуба, какой бы она ни была, испытывает влечение к Юи. Но наш главный герой думает только об одном – Микаэла. Как и Микки, постоянный думающий о Юи. Вы все можете видеть, насколько своеобразны их отношения с первого эпизода. Они семья, и эта связь будет всегда с ними, от начала и до конца. С самого начала они будут защищать друг друга и, следовательно, действовать, думая только о счастье друг друга. Юи, видя, как Микки готов пожертвовать собой, злится на него. Он вспыльчив, но очень застенчив, поэтому он не признается, что беспокоится о нем. Он просто будет истерить ему в лицо. Их встреча спустя годы показывает, насколько они изменились. И тем не менее, все еще нуждаются друг в друге. Что сделало эту пару полуканоном, так это то, как Микки и Юи выражают свои чувства, о чем я уже упоминала. Их отношения поддерживают правильный баланс, который радует девушек, любящих фан-сервис, но в то же время не отталкивает мальчиков того же возраста. Слезы, объятия, ласковые слова, а потом Микки наконец выпивает кровь Юи, что показано нам в очень сексуальном контексте. Этого уже более чем достаточно, чтобы понять, на что намекают сценаристы. Магистр дьявольского культа. Вот здесь уже стоит жанр Сионэнай, но не все так просто. Я посмотрела это аниме еще в 2019 году, потом посмотрела Благословление Небожителей. Я подумала, что это одно и то же произведение, ужасно запуталась. В общем, в итоге я поняла, что это два разных произведения от одного автора, поэтому они настолько похожи. Поэтому не запутайтесь, ребята, кто будет смотреть. Это два разных аниме. И правильнее будет говорить в данном случае Дунхуа, потому что это китайское аниме. И до этого я не смотрела ни одно китайское аниме. Не могу вспомнить, чтобы я смотрела что-то такое, что мне прям понравилось. Потому что, когда ты смотришь китайское аниме, зачастую они, в общем, они делают такую рисовку, нет, это даже не рисовка, это именно графика, они делают компьютерную графику, и ты смотришь на персонажей, которые выглядят как из компьютерной игры, а не из аниме. То есть это не то, к чему ты привык. Я не могу просто смотреть для меня, это вот такие вот персонажи, это не аниме. Поэтому, когда я начала смотреть это, у меня было в голове, что, блин, сейчас я, наверное, увижу вот это, да, таких вот персонажей, на которых невозможно смотреть, но, как я была удивлена, когда оказывались, это вообще нет. То есть они абсолютно прекрасно нарисованы, они очень реалистичны. Само это аниме в жанре фэнтези, мистика, такие более немного женственные главные герои, но на самом деле, когда вы начинаете смотреть, вы ощущаете, что это не женщина. Просто у них, ну, такая традиция, они так, как у них длинные волосы, кимоно, это все именно из культурного наследия. И в целом это аниме очень блещет китайской культурой, что, в принципе, приятно, причем речь идет не о современной китайской культуре, а о древнем времени, когда ты видишь, как это все было. Вот эти дворцы, китайские обряды, там очень много отсылок на историю китайской культуры. То есть мне вот это очень зашло, как человек, который любит историю. Так что это отдельный момент, который я также хотела упомянуть, помимо того, о чем, конечно, я собираюсь сказать. С самого начала аниме знакомит нас с главным героем Вэйусянем, который выглядит как привлекательная милашка с шилом в жопе и в постоянном поиске приключений. В качестве противопоставления ему добавляет друга Ланьчжаня, строгого юношу, который всегда соблюдает приличия и традиции, что делает их союз более пикантным. Хотя друзьями поначалу их сложно назвать, они скорее постоянно конфликтуют и выясняют отношения, но в этом сложном союзе рождается особое чувство, которое внимательный зритель, особенно такой, как мы с вами, девочки, заметит почти сразу. Сразу. Взгляды, слова, шуточки, очень тонкие отсылки к этому самому. А тем более для тех, кто знает, что происходило между ними на самом деле в новелле. Здесь нет откровенного сексуального действия, но подтекстов очень много. Много киверкозинга, и особенно мне нравится, как эта любовь проявляется со стороны Ланьчжаня, потому что он очень закрытый персонаж, и интересно наблюдать, как в таких личностях нам вырисовывают гамму из противоречивых чувств. На первый взгляд, Вэйюсянь и Лань Ванзы, или Ланьчжаня, у него два имени, максимально не похожи друг на друга. Было совершенно немыслимо, чтобы эти двое стали друзьями, не говоря уже о романтических паттернах. Каждый раз, когда они встречаются, они почти всегда вступают в какой-то спор или драку. И все же, несмотря на то, насколько они разные, они дополняют друг друга и имеют принципиально одинаковые ценности. Оба обладают сильным чувством справедливости и всегда готовы помочь другим, чего бы это ни стоило. Их история любви полна недоразумений, трагедий, потерь и, самое главное, стойкости и силы. Вэйюсянь и Ланьчжаня через многое прошли, и это одна из причин, почему фанаты так любят их. Вэйюсянь беззаботный, бесстыдный и кокетливый. Он озорной и умный, и известен своими неортодоксальными идеями. Он любит дразнить Ланьчжане, я часто называю его самым красивым из всех, кого он когда-либо видел, настаивая на том, что все, чего он только хочет, это быть его другом. Ланьчжаня же напротив, стойкий и живет своей жизнью в соответствии с жесткими правилами своей дисциплины. Однако он не против их нарушить, если они противоречат его личной морали. Он очень редко выражает свои эмоции, и если он это делает, обычно это раздражение или гнев, когда Вэйюсянь дразнит его. Несмотря на бесстрастное лицо Ланьчжаня, он способен любить очень сильно. Поскольку он предпочитает не говорить больше, чем необходимо, его часто неправильно понимают. В новелле Вэйюсянь и Лань Ванзы становятся духовными партнерами, что эквивалентно тому, чтобы быть мужьями. Аниме не так откровенно, но подтверждает их отношения несколькими намеками. Во-первых, Вэйюсянь использует одежду для приманки врагов, окрашивая ее в красный цвет. А это тот цвет, в который пары одеваются на традиционных китайских свадьбах. Когда Вэйюсянь и Ланьчжань отправляются в бывший дом Вэйюсяня на пристани Лотоса, они посещают зал предков и дважды кланяются. Традиционно на китайской свадьбе пара кланяется трижды. Первый — Неву и земле, второй — своим родителям, и третий — себе. Поражение их лиц также создает впечатление, будто они поклонились друг другу, тем самым завершая три супружеских поклона. В самом конце Вэйюсянь и Лань Ван Цзы решили оставить политику совершенствования и вместе отправились на ночную охоту. Вэйюсянь вспомнил, как Ланьчжань впервые узнал его, когда тот сыграл фальшивую песню на своей флейте. Это была песня, которую Ланьчжань пел ему, когда они вдвоем оказались у ловушки в пещере, и первый был близок к тому, чтобы потерять сознание от лихорадки. Когда он спросил Ланьчжаня, как называется эта песня, тот мягко ответил Ваньчжань, и эта музыка была о любви. И те, кто читал новеллу, для вас не будет секретом, что там-то они парочка, как раз-таки именно пара, то есть не там мужья. Там есть и эротические моменты, там есть и духовная такая любовь. А Дунхуану нам так закверкодили, ну как бы Китая, что сделал, зато они отлопнули консервативных зрителей. Это оставляет ощущение какой-то такой красивой тайны, которая на самом деле для внимания доступна лишь избрана. Я знаю, что вы сейчас подумаете, но спорить с человеком, который будто такой степени хорошо знает материал. На самом деле, я смотрела это аниме 4 раза, нет, 3, наверное, раза. Один раз я это до конца не досмотрела. Когда мне было 17, потом, когда мне было 20, вот не так давно, наверное, год назад, я полностью ее пересмотрела, поэтому у меня суперсвежая память. И я могу сказать им, что это абсолютный квиркозинг, абсолютный гомоэротизм. Я пообщалась на эту тему с несколькими своими знакомыми, друзьями, они все мне сказали, что они видят там очень сильный квиркозинг. Затем-таки я решила сделать свое исследование и посмотреть, где конкретно я вижу этот квиркозинг и почему, что эти сцены конкретно значат для зрителя и, в общем-то, да. Темные дворецки это аниме, снятое по манге, которое впервые увидело свет в 2006 году. Сюжет повествует нам о мальчике-сироте по имени Сиэль Фантом Хайв, которому в наследство от родителей достался огромный дворец и демонические слуги в придачу. Главный из которых это красавчик-демон Себастьян Михаэлес, абсолютно сексуальный и холодный персонаж, готовый на все или ничего ради малыша Сиэля. Само же аниме показывает много отсылок британской культуре и истории, поскольку Сиэль англичанин, а само действие сюжета разворачивается в викторианской Англии, что весьма приятно и уважительно для японской адаптации. Насколько нам известно, отношения господина и слуги являются ключевыми в этом сюжете. У маленького Сиэля Фантом Хайва возникла блестящая идея заключить контракт с Себастьяном, демоном, который в обмен на его душу поможет Сиэлю отомстить тем, кто убил его родителей. Отношения Сиэля и Себы не вписываются ни в какие категории межчеловеческих отношений. Это потому, что они просто, ну, маловероятны в реальном мире. Если говорить о них канонически, то есть, согласно манге, определенно есть некая забота со стороны Сиэля, потому что он человек, способный на чувства. Нескрываемые интимные подтексты очень трудно не заметить, особенно в сцене с ванной и корсетом. Основываясь на их диалогах и взаимодействиях друг с другом, было достаточно ясно, что Себастьян это пешка Сиэля, а Сиэль это обед Себастьяна. В этом, в конце концов, и заключается цель их демонического контракта. Сиэль мстит, а Себастьян забирает его душу. Оба получают то, что хотели. Или не все так просто. Сиэль начал формировать эмоциональную связь со своим дворецким. Если бы не это, то откуда тогда чрезвычайное доверие, которое наказывает Себастьяну? С точки зрения самого Себастьяна, он переживает постоянно растущее уважение к своему молодому господину. Сиэль просто великолепен для подростка в плане интеллекта и манер, что делает его очень запоминающимся персонажем. Противоречивые моменты. Сиэль боится, что Себастьяну причинят боль. Это очевидно в самом начале. Например, во втором эпизоде первого сезона, когда стреляют в Себастьяна. Это не причиняет ему вреда, но первая реакция Сиэля – страх. И не за себя. У него нет времени думать об этом. Он также поражен, когда Себастьян ранен в попытке защитить его от мадам Ред. В книге «Атлантики» Сиэль тоже боится за Себастьяна. Он в панике зовет его по имени, когда тот находится без сознания, а затем пытается отрицать тот факт, что рана Себастьяна серьезна. Для холодного и собранного Сиэля делать что-то подобное очень многое значит. Мы можем увидеть контраст их отношений на примере Клода и Алоиса Транси, что в случае с Алоисом является болезненной созависимостью и любовной привязанностью к своему демону, поскольку Алоис так и не нашел любви ни в одном человеке. Сиэль же в открытую не тянется с такими чувствами к Себастьяну, но проживает их внутри, что делает его душу особенно привлекательной для обоих демонов. Его страх и забота о Сиэле показаны как выход за рамки контракта. Всякий раз, когда с Сиэлем что-то происходит, Себастьян искренне напуган. Может быть, это, конечно, зависит от восприятия, но я вижу, как он беспокоится в первую очередь за самого Сиэля. Мы знаем, что демону дворецкому очевидно не нужна семья и домашний очаг. То же самое касается Сиэля, который достаточно богат, чтобы платить слугам. Но даже в этом случае трудно не заметить, что Сиэль и Себастьян становятся семьей. Это искаженная и гротескная версия нормальной семьи. Однако давайте не будем забывать об одном важном аспекте. Себастьян – демон. Его природа порочна по определению и поэтому, несмотря на то, что он выполняет все, что приказывает Сиэль, бывают моменты, когда он уходит время, чтобы подразнить своего господина. Изначально Себастьян хитрый и злой, без выраженного человеческого сентиментализма. Он холоден и действует, не понимая человеческой боли и природы. Это ожидаемо и естественно. Сиэль – всего лишь ребенок, ему все еще 13 лет. Глядя на это, на первый взгляд можно было бы ожидать дрожащего маленького мальчика, который на самом деле не знает, как сделать шаг вперед после большой трагедии, с которой ему пришлось столкнуться. Но Сиэль – совсем не такой. Он решителен. Он не воспринимает Себастьяна как отца или покровителя. Для него демон действительно всего лишь демон, чью истинную сущность Сиэль знает лучше всех. Он знает, что природа их отношений на самом деле должна быть сугубо деловой. И большую часть времени он старается поддерживать образ неприступного аристократа, своим слугой. Но в некоторых случаях он позволяет себе быть спасенным Себастьяном и делает это намеренно. В третьем эпизоде первого сезона, когда Себастьян покидает Сиэль после того, как он заснул, мы видим редкий момент эмоций Себастьяна. Он вспоминает, как Сиэль объявил, что ему не нужно кольцо, чтобы быть главой семьи. Затем вспоминает, как Сиэль просил Себастьяна остаться с ним. Это влияет на него. Все эти моменты, когда Сиэль удивляет его, когда он позволяет себе быть слабым. Хотя именно его сила восхищает Себастьяна. Себастьян, однако, борется с этим в той же сцене. Он решает засмеяться и отбросить это. Но этот короткий момент очень показателен. В девятом эпизоде первого сезона Сиэль прикладывает много усилий, чтобы приобрести камеру, которая позволила бы ему увидеть то, что Себастьян ценит больше всего. Он доходит до того, что рискует своей жизнью, чтобы узнать об этом. Откуда такой интерес к всего лишь тому, кого ты считаешь слугой? Интересно, что Себастьян уничтожил это фото с таким жирвением, как Сиэль пытался его заполучить. Остается только гадать, что или кто мог быть на нем изображен. В свою очередь, Себастьян фотографирует Сиэля и выясняется, что самое важное для Сиэля это Себастьян. Учитывая, что на фотографиях изображены только те, кто не от мира сего, это значит, что Сиэль дорожит Себастьянам даже больше, чем его погибшими родителями, а это говорит о многом. Естественно, Сиэль смущается, когда открывается правда, и даже его холодность не скрывает этого. Вероятно, это один из немногих моментов, когда Сиэль немного показывает свой настоящий возраст. Так что правда в том, что настоящий хозяин, прячущийся за кулисами, это сам Себастьян. Еще одна неоспоримая истина заключается в том, что Сиэль ничего не мог сделать без Себастьяна. Речь идет не только о приготовлении пищи, глажке галстука или даже эротическом переодевании. Дело в том, что Сиэль стратег, причем очень умный. Однако, когда дело доходит до более практических вещей, он совершенно неуклюж. Не забываем, что он не умеет танцевать или даже почистить две-три картошки. Вот почему Сиэлю нужен Себастьян. Потому что только Себастьян может достичь совершенства, к которому на самом деле стремится граф Фантом Хайв. Но и Себастьяну нужен Сиэль. Несмотря на то, что вначале он просто заключил контракт с Сиэлем, как и с кем-либо другим, позже все меняется. Себастьян постепенно начинает интересоваться человеческой природой. И Сиэль прекрасный пример, показывающий, как человек может быть таким испорченным, подлым и в то же время таким хрупким. Невозможно забыть, как в конце книги цирка Себастьян был удивлен реакцией Сиэля, которую многие не поняли. Поняв, что члены цирка жертвовали собой, чтобы гарантировать деньги своим маленьким братьям и сестрам в приюте, разрушенном много лет назад, Сиэль рассмеялся. Себастьян на мгновение подумал, что Сиэль плачет, поскольку это была бы единственная нормальная реакция человека, которую он ожидал. Смех Сиэля показал, насколько идеально они подходят друг другу. Еще одна важная вещь это концовка второго сезона. Мой любимый момент. Анна сказала Себастьяну, что как только Сиэль проснется, он проснется демоном. Себастьяну мог бы успеть убить Сиэля до того, как тот проснется и забрать его душу. Вместо этого он осторожно ловит его и ждет, пока тот откроет глаза. Я вижу в этом взрыв разочарования и страданий. У Себастьяна было полное право забрать душу Сиэля, но он этого не сделал. Себастьян остается с хозяином. Он находится в противоречии и отрицании, но он все еще выбирает Сиэля, а не контракт. Это аниме, от которым я рыдала, когда мне было 18 лет. И когда я его посмотрела, я на него обиделась, естественно, потому что, ну, ты не ждешь настолько трагического сюжета, ты не ждешь, что тебя потом начнут ломать, и ты не сможешь ничего делать, особенно когда ты еще в таком возрасте. Чем-то очень похоже на Темного Дворецкого по такому вайгу, то есть как бы мальчик и его такой более взрослый помощник. Ну, вот что-то такое есть, но многие вообще даже про это о нем и не знают, оказывается, ничего не слышали, а оно такое хорошее, я считаю, что надо знать. Позвольте мне начать с канона манги, поскольку именно из нее были взяты все любовные отношения Михару и Йойте. Сюжет повествует о молодом, апатичном и озорном мальчике по имени Михару, который ничего не хочет, кроме спокойной жизни. Михару неохотно втягивается в дела, пока не встречает Йойте, которому нужно выполнить его желание. Итак, каково желание Йойте? Чтобы его никогда не существовало и чтобы каждое воспоминание о нем исчезло. Эти двое начинают как знакомые, но Михару, мальчик, который ни о чем не заботится, вдруг начинает заботиться о Йойте. Встретившись, они оба стали совершенно неразлучны, и между ними возникла невероятно трогательная связь. Михару хочет, чтобы Йойте был счастлив, и он не хочет забывать его. Он много раз говорит на протяжении всего аниме, что Йойте такой же, как он сам, такой же апатичный и одинокий. Йойте стал тем, кого Михару хочет защитить, кем-то для кого он сделает все, даже если сам пострадает. К концу аниме апатия Михару, вызванная смертью его родителей, исчезает. Михару интересный персонаж для Асёны на аниме. Он не похож на Наруто или других персонажей, подобных ему. Михару считает, что не заслуживает доброты. Владыка скрытого мира – это душераздирающее и трогательное произведение. Хотя у Михару и Йойте не было физической близости, они имели одну из самых сильных эмоциональных связей, которые я когда-либо видела в аниме. Михару заботился о Йойте и научился по-настоящему чувствовать что-то к другому человеку. Он понял, что он не один в этом мире и что он действительно способен быть любимым. Два мальчика бросили абсолютно все знакомое и безопасное для них, чтобы помочь друг другу. Эти двое действительно олицетворяют слово «родственные души». От их неловких встреч до того, как они заботились друг о друге и, казалось, полностью понимали друг друга. Но я не буду спойлерить, что было в конце, чтобы вы посмотрели. Владыка скрытого мира рассказывает историю о мальчике, который изменился навсегда, отбросив свою прошлую жизнь и рискуя всем, чтобы помочь тому, кто становится не просто другом, а больше, чем другом в духовном смысле. Это история об истинном смысле любви. Это моё любимое аниме в жанре «Сёнэнай». Ну, мы, наверное, можем даже отнести к «Евой». Ну, «Евой» — это настолько паскудский жанр личный для меня, настолько грязненький, а это настолько возвышенное духовно, что я бы не отнесла это к какому-то «Евой». Это, скорее, очень такой хороший «Сёнэнай». Это аниме про очень тонкие чувственные отношения двух юношей, хотя оно идёт всего 30 минут, но, поверьте, до того стоит. И потом, кстати, главного героя зовут Джульбер Кокто. Я сразу почти уловила связь с Жаном Кокто, и так оказалось, что действительно взяли с Жаном Кокто, с этого красивого аристократа, который всю свою жизнь жил с Жаном Море. У меня есть про них ролик, если что. И, кстати, я уже говорила в ролике про Бьёрну, что, вероятнее всего, с Бьёрну срисовали, ну, потому что, блин, слишком уж очевидно. Манга «Песня ветра и деревьев» рассказывает об отношениях между двумя студентами Сержем Батулем и Жильбером Кокто, проживающим в интернате Лаком Барт. При рождении Жильбер был отвергнут своими родителями и до пяти лет воспитывался слугами. Он сформировал особую связь со своим дядей Агюстом, который использовал его как игрушку. Подвергаясь ранних лет сексуальному, эмоциональному и физическому насилию, психика Жильбера изменилась. Он стал ощущать, что способен быть любимым только в тех случаях, когда вызывают у людей желание им воспользоваться. Он знал, что его привлекательность – это ключ к получению всего, что он хочет. Изначально персонаж был подан как антагонист и агрессор, однако со временем становится понятно, что на самом деле он жертва. В интернате ему в комнату поселяют юношу по имени Серж Батуль, для которого принцип жизни Жильбера остается пугающим и непонятным. Их отношения начинают меняться, когда Жильбер начинает понемногу доверять своему новому другу. В манге их связь более динамичная и насыщенная. Психически больной Жильбер не способен ни на какое проявление любви, кроме отторжения, и не способен принимать ту любовь, которая не причиняет ему боль. Поначалу Серж не одобрял выходки Жильбера и отталкивал его, но со временем он научился понимать его, или можно даже сказать, принимать его таким, какой он есть. Безусловно, в интерпретации образа Жильбера лежит женское начало, воплощенное в мужской облик, на который приятно смотреть. По большей части насилие и необходимость оставаться неприступным это все-таки женская история, и то, через что проходят многие молодые девушки. Влияние Агюста настолько велико, что несмотря ни на что, до самого конца Жильбер считает, что влюблен в него. По манге Жильбер и Серж решаются убежать в Париж и начать совместную жизнь. Но поведение Жильбера не меняется, и он не может принять новую жизнь. В конечном итоге втягиваясь в проституцию и запрещенные вещества. Мне нравится эта история, потому что она весьма противоречива и не основана на мистике или неких демонских силах. Мне нравятся истории, похожие на то, что действительно происходит с людьми и разрушает их. Истории, в которых мы можем найти самих себя. Мне было очень сложно делать эту подборку, потому что я готова была взять 10 и 20 аниме в нее, но пришлось ограничиться пятью, но это не значит, что я не знаю другие. В своем телеграм-канале я опубликую полный список таких аниме, которые я считаю, и также я укажу, где есть жанр, где есть поджанр, где есть какие-то намеки, где что. Я собирала тот список с 17 лет, поэтому я думаю, что это стоит того, чтобы прийти и в мой телеграм-канал. Вообще, в целом, многие могут удивиться, что я взяла эту тему, поскольку я никогда о ней рассказывала. Ну, я только вскользь упоминала, что я какое-либо отношение имею к аниме, но я на самом деле анимешница прям была такая раньше, особенно когда... Ну, мне, наверное, с 18 по 22 года. Вот так вот. Поэтому, если вам понравился этот ролик, пожалуйста, напишите в комментариях, сделать ли мне вторую часть. Если нет, то ничего страшного, я попробовала. С вами была Дарки, дорогие друзья. Увидимся через неделю. Да, думаю, что через неделю. Я надеюсь. Всем пока.